Духовно-философский Духовно-философскую определяющую которая лежит в основе всего сущность человека так как эта тема очень широкая я замолкаю она на самом деле очень узкая очень узкая тема на самом деле она не чрезвычайно узкая мне хотелось бы чтобы в сегодняшней беседе мы с вами именно в дискуссии нашей сегодняшней мы как бы пришли с вами вот к определенным точкам над и знаете когда люди например собираются строить дом закладывают фундамент они по крайней мере смотрят вот здесь будет угол дома здесь будет другой угол дома здесь будет дверь вот мне хотелось бы чтобы мы очертили эти точки эти границы поскольку это для нас с вами будет иметь очень большое значение для дальнейших наших бесед определяющее значение да я вообще считаю что перед тем как ну попускаться в плавание или делать какое-то движение вперед надо сначала на берегу договариваться о каких-то основополагающих понятиях и вот для того чтобы было понятно ну я думаю что слушающие нас наши собеседники они понимают о чем идет беседа но я имею ввиду даже сами смысл слов я имею ввиду даже основополагающие понятия которые скрываются в нашем языке в нашей речи в нашем общении я предлагаю по сути дела ну для начала сделать такой вот банный день сегодня вот в таком нашем дискуссионном клубе да 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 ничего страшного многие как раз с пятницы на субботу бани протапливают так что кто в частном районе живет тот хорошо знает почему я так выразился потому что чтобы убрать какое-то что-то лишнее наносное если вы помните в библейском начале библии Адам с Евой именно с того момента как они начали одеваться они поняли что они что-то не то сделали то есть они согрешили сделали не так как им заповедал Бог а до этого они даже и не думали о том что они голые или об одежде они не размышляли моя мысль заключается в том что надо постараться может быть даже я не полностью смогу вы меня тоже как бы осаждайте в этом в этих вопросах мне бы хотелось избавиться от всего наносного от огромного количества условностей которые постоянно присутствуют в наших беседах в наших мыслях в нашей жизни в нашем общении в нашей работе огромного количества условностей они зависят от менталитета от культуры да и просто вообще от наших привычек может быть даже от того что нам в детстве объясняли учителя и родители ну простые вещи которые мы принимаем как бы на веру я думаю достаточно понятно зачем смысл мыслей понятен и больше второй момент как бы здесь этого предисловия это хотелось бы чтобы все это было как можно более научно то есть чтобы оно было осязаемо поэтому я хотел бы бросить эти традиции условности а постараться в нашей беседе сегодня затронуть как можно более научную сторону человека то что можно проверить экспериментально то что можно хотя бы как-то немножко пощупать поэтому я бы не хотел чтобы наша беседа была философской вот а как раз научной более как можно более научной ну конечно затрагивая какие-то небольшие духовные темы в прошлый раз я говорил с вами о том что великий такой святитель церковный Григорий Богослов сказал после многих лет своей духовной жизни кстати он был интересный писатель он писал стихи научные духовные труды он тоже много пострадал ни за что ни про что вечно под церковными судами все его гнали там то брат у него был не такой то не на ту кафедру его назначили всю жизнь его судили и вот он написал такую удивительную фразу человек есть не что иное как одухотворенное животное то есть ну будем так просто скажем что это представляется таким образом что бог среди многих многочисленных своих творений да вот животное некое которое он вдохнул бессмертную душу дал разум во всем же остальном это животное в своих ручках ножках глазках мозгах шерсти которая растет на нем там методах кормления своих детей в инстинктах ничем не отличается совершенно от окружающего животного мира я думаю что вы со мной согласны да не очень нет в чем я бы как раз очень хорошо в чем вы не согласны я еще понимаете чтобы быть с вами не согласны надо послушать немножко побольше ну как ну наверное не только инстинкты присутствуют в человеке нет 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 я не говорю что только инстинкты я сказал что вот Бог вдохнул человека бессмертную душу а во всем остальном человек кроме этой бессмертной души зубы глаза шерсть способы размножения это понятно кормление своего подрастающего это понятно физиологическая сторона понятна она ничем не отличается физиологическая сторона я так об этом то что идет со стороны души которую вдохнул Бог там уже начинается ну опять повторим давайте повторим вера и разум и все на свете абсолютно верно давайте еще раз человек есть не что иное как и духотворенное животное вы согласны с Григорием Богословом? не знаю не согласны? я еще не осмыслил недостаточно осмыслил я осмыслил может быть значит нет если в случае таком если мы как бы не приходим с вами к одному знаменателю а каждый остается при своем мнении то тогда наша беседа приобретает другой формат видите это слишком спор такой научный взгляд спор так почему слишком? взгляд приближенный к науке ну так естественно подождите а почему слишком? отошедший от от чего? от основ Библии скажем от фантазий? да от основ Библии от традиций человек я же предложил сотворенная сущность сущность сотворенная и как бы а вы начинаете сразу филонь одевать я пытаюсь да давайте банный день все таки без такой тезис предложенный священникам он несколько неожиданный нет это это естественно потому что конечно привычные какие то традиционные взгляды я предлагаю подвинуть немножко потому что если мы возьмем восточное представление о сотворении человека оно будет совершенно другим не библейским но может быть даже еще более древним буддистское представление буддистские да буддистские синтаистские представления о духовности о человеке их очень много на самом деле в мире таких точек зрения но превалирующих основных будет 2-3 таких самых традиционных зороастрийские да зороастрийские буддистские языческие definition да синтаистские духовные христианские представления христианские христианские и эллистические и мусульманские они будут приблизительно ацтекские майя и прочее американские были вообще очень своеобразными там такие языческие представления, а не мистические представления о человеке. Но основных таких вот все-таки направлений будет несколько. Поэтому я именно и хотел избавиться от этого, от дискуссии между различными представлениями. Потому что я хотел им как бы всем в пику, всем философам, есть определенные вещи, с которыми никто поспорить не может. Вы понимаете, кто-то может прийти и сказать, вот Будда родился так, а Иисус Христос родился так. А вот Боги сотворили человека таким образом. Взяли там, не знаю, немножко глины, немножко грязи намешали. А другой придет и скажет, а нет, вот Бог сотворил Еву из ребра Адама. И каждый будет рассказывать то, что написано в древних книгах. Хотя он этого не видел никогда, не слышал. А это есть только лишь его предмет веры. То есть это предмет веры его, предмет веры некоторых поколений, может быть его родителей. А я предлагаю именно отходить из каких-то таких вещей, которые мы можем сейчас научным образом пощупать, проверить и от этого отталкиваться. Поэтому я, исходя из этого, я именно настаиваю на тезисе Григория Богослова, что человек есть не что иное, как разумное, одухотворенное животное. Я вас понял, значит, ну... Это будет отправной точкой нашего плавания. Не обязательно же мое представление мировоззренческое вот сразу так раз менять. Я вас понял, я его обдумываю. Нет, нет, вот опять же, может, извините, я, может, неправильно как-то выразился, я всегда пытаюсь донести свою мысль, но, к сожалению, может быть, не всегда получается. Наш разговор может в двух форматах быть. Мы приходим к вам, с вами к одной общей точке зрения и идем к следующей общей точке зрения разными там дорожками, путями. Либо мы сразу изначально выбираем дискуссию в виде спора. Вы защищаете одну точку зрения, я защищаю другую точку зрения. По-другому дискуссия не построится. Это, понимаете, это банный день. То есть, вот вы любите столько преснуть воды на камни, а я люблю больше, или наоборот, меньше. То есть, вот мы должны с вами либо прийти к консенсусу, чтобы в одной парилке сидеть, мы должны сидеть вместе, прийти к консенсусу, либо кто-то из нас должен выйти. Либо париться по очереди. Видите, что попариться и потом выйти, мне так неинтересно. Я все-таки оставляю в своей голове определенную все-таки мировоззреческую основу, которая пока становится под вопросом. Понятно, что если отталкиваться от различных библейских истин, то этот разговор может, конечно, далеко от науки отойти и так далее. Ведь когда приходишь в краеведческие музеи и смотришь на тысячелетние различные вот эти вот ракушки, артефакты, которым миллионы лет, то ты понимаешь, что где-то все-таки сотворение мира от появления человека и всего животного, оно, конечно, проходило определенные многомиллионные этапы лет развития. И Библия, конечно, трактует это очень своеобразно и образно. Я не буду спорить ни о чем. Поэтому я все-таки вот этот вот тезис о том, что человек это нечто сотворенное, как бы сотворенное нечто. Ну а спорьте его. А духотворенное же по спорте, Григорием Богословом по спорте. Я не хочу спорить, что не нравится здесь, что не устраивает. Я просто говорю о том, что вся духовная традиция, она говорит о том, что человек все-таки это созданное высшее существо. А духотворенное животное. Что все-таки высшее созданное Богом существо. Я этот тезис для себя откладываю всегда в сторону. Я не спорю с этим тезисом. Договорились. Потому что во мне всегда живет и научная точка зрения, и какая-то духовная. Согласен. И в виде нашей беседы я оставляю за собой право не согласиться с Григорием Богословом. Конечно, Господи, я не настаиваю на всеобщем согласии. Но кину сразу камень ваш, огород. Дело в том, что именно на том, что вы оставили за собой, что человек есть высшее существо, основано все горе, все несчастья, все страдания человеческого рода. Потому что человек всегда думает о том, что он чем-то особенный. И на этой почве, а некоторые среди особенных вообще особенные. Как говорят про депутатов, все равны, но некоторые равнее. На этом основаны все войны, все драки, все раздоры и прочее, прочее, прочее. Дело в том, что здесь вступает в силу, и это тоже уже будет предметом нашей беседы с вами, инстинкт быть первым, инстинкт сопротивления, инстинкт конкуренции. То есть человек по себе, по своему существу не просто одухотворенное животное, но еще одухотворенное животное общественного типа. А любая компания, не будем называть ее стадом, она предполагает конкуренцию. Потому что в этой компании всегда кто-то должен ее, эту компанию возглавить. И уже в ход идет все. Природные таланты, кулаки, физические способности, хитрость, подлость. И даже орудие, камень, палка, которые можно ударить другого по башке, чтобы занять его место или его положение. Поэтому, когда общество приобретает определенные культурные, такие уже культурно-научные образы, ну, будем говорить не образы, а культурно-научные свойства, оно уже тогда делает бомбы, ракеты, для того, чтобы опять же кому-то доказать, что я первый в нашем обществе, я самый сильный, я занимаю лидирующее положение. И, к сожалению большому, как, знаете, средневековые князья немецкие говорили, чья власть, того и вера. Принцип, знаменитый принцип такой протестантский. Чья власть, того и вера. То есть, чья сила, того и идеология, я бы сказал, в современном формате. То есть, если я, у меня есть 10 авианосцев, это означает, что я имею право навязывать всем свое мнение. И все должны петь мне песню о том, что у меня самый красивый хвост, например, да, или у меня самые сильные бицепсы, или самые острые зубы. А кто не согласен, мы тому перегрязем горло. Вот это принцип этого духотворенного такого существа, которое есть человек. Позвольте мне этот камушек принять, значит, его маленько так смазать, попробовать возразить все-таки. Раз мы обозначили дискуссию. Но вы определяете сторону человека, которая все-таки исходит от его грехов. Греховную сторону человека. От гордыни, от... Ну и так далее. Вам это лучше, как священник, узнать. Значит, я бы сказал так. А ведь понимание человека себя, как высшего существа и сущности, оно не обязательно же всегда вело к таким плохим вещам. Ведь человек всегда стремился к совершенству в его лучших качествах. Ведь культура, она имеет тысячелетние истоки. И те же древние греки начинали вот эту гармонию, они стремились к гармонии. И, ну, может быть, кто-то еще и древнее где-то что-то открывал. Но мы как бы считаем, как образованные люди, начало как бы цивилизации все-таки с древних греков. И все это проходило определенные этапы развития. Человечество падало в какую-то яму могло, там человечество опять поднималось. Мы пришли к эпохе Возрождения. Мы получили великолепные культурные совершенные абсолютно вещи, такие как Микел Ланджело с его великолепными фресками, где нарисована там Боттичелли с его Венерой. Ведь нельзя, невозможно смотреть на определенные шедевры искусства и не понимать, что это сотворило какое-то существо, которое стремится к совершенству. И наши мыслители русские, они впитали в себя вот этот вот весть, наверное, ну, не все, конечно, но определенные. Вы понимаете меня. Классическая русская мысль, классическая русская литература она впитала в себя, наверное, пожалуй, вот это все, и она сказала о том, что человек, ну, может быть, замасленными словами скажу горького, человек звучит гордо, да? Значит, возможно и так, почему бы и нет? Ведь если человек звучит гордо, то он предъявляет к себе какие-то требования высокие, совершенные. И не обязательно ему для этого кого-то убивать. Он должен стремиться к самосовершенствованию. В том плане, что он должен понимать, что на него определенный божественный промысел возложил такой груз ответственности быть существом высшего предназначения. А все, что исходит, вот о чем вы сказали, все эти низменные катаклизмы, удары, которые производит низменная человеческая сущность, понятно, что борются разные силы в этом плане, в мировоззренческом, то это идет от греховности, от падения, от слабостей. То, с чем надо бороться, опять же, прежаливать. Так, теперь моя очередь. Это бильярдный шар или регби, мяч, или, не знаю, теннис скорее, теперь моя подача. Дело в том, что все то, что вы сказали, оно обличено каким-то определенным грузом мудрости, но совершенно противоречит христианству. Абсолютно. Дело в том, что здесь принципиальная ошибка, это такая языческая ошибка противохристианская. Поскольку, хотя и христианство считает человека существом, сотворенным Богом, высшим существом, но после грехопадения это существо воспринимается в христианстве как некое самое такое вот очень уязвимое, несчастное. И если мы с вами возьмем всех святых отцов, то их стремление к святости, к вершинам исходило не из их совершенства, из того, что они думали, что они высшее существо, а из-за того, что они думали, что они вообще ничто, пыль, прах и пепел. И они стремились... Не будем перед Богом, перед Городецким, перед вот этим дубом там или еще... Просто исходя из своего внутреннего самосознания, они чувствовали себя немощными, слабыми, беспомощными. И из этого исходя просили Божьей помощи, спрашивая ее в молитвах, для того, чтобы совершенствоваться. То есть взойти в ту меру Адама, которую он имел до грехопадения. И не зря Христа называют новым Адамом, то есть возвратившим человеку то совершенство, которое он может достичь, которое было у него от момента сотворения. Кстати, вот все, что вы упомянули, картины, там различные живописи, все это именно стремление человека к тому, что он видел в раю, то есть к тому совершенству, к той великой красоте, которую он имел там. Но, с точки зрения науки, я должен и просто обязан здесь сейчас перед вами упомянуть такую интересную вещь, как инстинкты, которые живут в человеке. Я думаю, это никто не будет оспаривать, даже никакие религиозные действия, хотя бы немного грамотный человек не будет это оспаривать. Не будет оспаривать. Да, они есть. Даже вот нормальная, обыкновенная реакция человека, не знаю, в драке, испух, там тигр побежал, это все инстинкты. И продолжение рода, и никто не будет, я думаю, это оспаривать. Поэтому мой камень, который я брошу в ваш огород, я буду настаивать на том, что причиной творчества человека является желание выполнить заповедь Божию «Уплодитесь и размножайтесь». Все искусство, поэзия, живопись, самые прекрасные поэмы, самая прекрасная музыка написана от любви к женщине. Это стремление произвести впечатление, показать свой талант, показать красоту и глубину своей мысли. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Поэтому именно инстинкт, такой глубинный инстинкт сексуальности, который называется продолжением рода, который и заповедь Божия «Уплодитесь и размножайтесь», именно он является главным двигателем творчества. И не зря многие из очень творческих людей были, ну, я не буду слишком там углубляться в разные исторические факты, потому что, если захотите, потом как-нибудь расскажу, но такие люди, как Лермонтов, Пушкин и даже тот же самый Федор Михайлович Достоевский были гиперсексуальными людьми. Если мы воспоминания почитаем там Тургенева или, например, еще некоторых там современников, мы увидим это и узнаем, что порывы творчества связаны глубоко именно с этими душевными переживаниями, чувствами, восторгами. Стремление прекрасному окажется в человеке, стремлением к продолжению, к деторождению. То есть самым главным предметом творчества человека окажется рождение ребенка. Вот самое главное творение. И всякие сикстинские капеллы, и слепые гомеры, и Евгения Негины, и преступления и наказания в глубине души, в подсознании, глубоко-глубоко окажется желанием родить прекрасного ребенка, его воспитать, вырастить. Продолжить рот. Да, продолжить рот и видеть его. Вот такая вот подача, такая моя подача. Ну, как бы, эта подача, она как бы пришла от моих ворот, и, наверное, гол забила все-таки. Но чуть-чуть попробую ее выбить из своих ворот, чуть-чуть, немножечко. Потому что все это имеет, конечно, место быть, то, что вы сказали, но все-таки в человеке, я считаю, человек за все тысячелетия своего существования и выработал и несколько другие сильные стороны своего характера, кроме сексуальности. Значит, есть такое понятие, как патриотизм, готовность отдать жизнь за что там, за отечество, за там, свою какую-то малую, небольшую родину, но в то же время и за своих близких. Это как бы, можно сказать, что инстинкт национального самосохранения может быть такое. Может быть, это такое и есть. Но все-таки высшее вот это вот стремление человека к положить жизнь за други своя, за свое отечество и так далее, оно несколько отходит от сексуальности. Оно имеет какие-то другие духовные основы, я думаю, все-таки. И не менее высокие, чем сексуальность. Так, моя подача. Я отобью сейчас вам еще один. Я сейчас этот сет выиграю. Суть дела в том, что слова о патриотизме и там и о прочем всем остальном, они всегда сразу наталкиваются на то, что у каждого свой патриотизм. Сейчас мы видим, какой бурный патриотизм разрастается на Украине. У нас свой патриотизм, у них свой патриотизм. Я опущусь опять с вами к одухотворенному животному. Значит, я настаиваю, что весь патриотизм вот в той форме, которой мы с вами сейчас его очертили, это есть не что иное, как желание защитить своего волчонка, который вот и с таким трудом родил в порывах и муках творчества, желая произвести впечатление на свою супругу. Так вот, значит, две стаи волков. Северная стая и южная. Северная ловит оленей на северной половине долины, южная на южной половине долины ловит. У них у каждого глубокий патриотизм. Северный северный патриотизм, у южных южный. Они пьют из своих ручьев воду, ловят своих оленей, в своих норах растят своих волчат. И когда приходят северные к южным, а южные, или южные к северным, они прекрасно понимают, что они, если они не дадут отпор, то в их норах будут рожать волчицы, другие волчицы, волчат. А их волчатам не будет ни воды, которую пили их деды и прадеды из этих ручьев, ни оленей, которые ели их прабабушки в охоте, достигая их. И поэтому есть очень хорошая пословица «Всяк кулик свое болото хвалит». Я убедился, просто это, думаю, уже вопрос более философский, что нет никакой справедливости никогда. Ни в войне, ни в чем нет справедливости. Дело в том, что справедливость заключается только в одном – каждый имеет право на свое место под солнцем и имеет право защитить свои собственные интересы. И когда его загоняют в угол его народ, моих детей, моих волчат, которые растут в моих норах, а я имею право на любые способы защиты, несмотря ни на какие международные нормы права, разговоры о справедливости, о правах человека и о конституции. Кстати, я хотел бы заметить очень важную вещь здесь, что это религия. Это самая настоящая религия. Если раньше поклонялись Богородице, теперь поклоняются конституции. Если раньше там поклонялись, допустим, говорили о том, что вот необходимо смирение там и человеколюбие, то сейчас говорят права человека. И самое интересное, ведь инквизиция это продолжается. Попробуй что-нибудь вякни против конституции, демократии, тебя сразу летят бомбить. Тебя тащат на костер, на тот же самый костер. Просто святыньки поменялись. Понимаете, то, что раньше почиталось сугубо нашими дедами и прадедами, теперь попытались в человеческом сознании заменить. И вот новые какие-то ценности, о которых кстати никто ничего не может объяснить толком, там демократия, которую никто не выполняет там права человека, которые никто не соблюдает. Но в то же самое время за них убьют. И убивают целые народы, как мы видели на протяжении последних 20 лет. Разрушают государство под шумок, убивают Каддафи, там изнасиловав его перед смертью, уничтожают Ирак, сто тысяч населения в Ираке и так далее и тому подобное. То есть я считаю лично, что высшие чувства, да, вот о которых мы с вами говорим, это пробуждение инстинктов самосохранения общества. Вы правильно заметили. Вы сказали, что самосохранение народа, да? Я с вами абсолютно согласен. Это действительно пробуждение Инстинкт национального самосознания, да, самосохранения. Ну какое-то есть тут что-то такое. Я с вами абсолютно согласен. добавить хотел последнее, то, что в действительности это будет не что иное, как природная необходимость сохранить свое потомство. Камень брошен? Да. Так, я этот камень все-таки ловлю ловушкой и пытаюсь его отбить. Почему? Все-таки в моем понимании высших таких смыслов человек высшему такого плана самосознания живет все-таки не исходя из каких-то инстинктов, а из стремления к гармонии, к справедливости. Справедливость должно быть ключевым словом в этом деле, потому что вы посмотрите, давайте возьмем пример прошлого столетия, которое очень яркое в этом отношении. Ведь с чем столкнулся мир? Там вылилось несколько направлений мирового развития, которые сегодня определяют философы, идеологи, что там коммунизм, фашизм и либеральная демократия. Три направления, которые столкнулись и до сих пор непонятно, кто еще победил, хотя говорят либеральная демократия, но не важно. Вот на определенном этапе возникла такая сила как фашизм. Понятно, не будем разбирать его историю, Италию, нацистскую Германию, но посмотрите, какая получилась вещь. Испания, возьмем Испанию, прекрасная страна, и там возник конфликт между демократическими структурами и якобы фашистскими, якобы франкистами, якобы фашистскими, но тогда они были еще не фашистами, а допустим, назовем их суперконсерваторы, которые обозначили свое направление и пошли против либеральной демократии. Но они, кстати, даже в результате победили. Так, стоп, я продолжу свою мысль. И посмотрите, как-то неосознанно, как-то само собой получилось так, что Франко поддержали все силы, которые потом стали национально нацистами и фашистами, которые потом гнобили людей, которые их закапывали, которые сжигали и так далее. Они почему-то поддержали Франко. А противоположную сторону, то есть демократическую республику Испанию, поддержали силы другие, которые потом встали против этого фашистского зла. Вот как-то неосознанно, понимаете, но получилось так, в Испании получилось разделение, а потом во второй мировой волне все эти силы сошлись в страшной бойне. И сегодня невозможно не говорить о том, что именно та фашистская черная сила, она была как адская яма, которая надвигалась на человечество. А из этой адской ямы практически вырвали человечество силы другого направления. пусть они были, допустим, с точки зрения религии и так далее, эти силы как-то там не особо гармоничные, можно сказать, там, ведь победил Советский Союз, в котором была коммунистическая идеология, против которой многие религиозные деятели имеют до сих пор большой зуб. Не важно, но важно то, что вот эта вот сила, она, начавшаяся еще с Испании, а может быть даже и раньше в каких-то вещах, она подавила эту темную сторону человечества и как-то дала человечеству возможность развиваться дальше, искать свои пути. И сегодня, посмотрите, опять из какой-то бездны вылезла вот эта вот звериная морда фашизма, которая хранилась там где-то в Америке, там в Канаде, там ее где-то запечатали, законсервировали, теперь эту консервную банку распечатали, и она выскочила, этот монстр. И я еще маленькое окончание сделаю. Посмотрите, кто сегодня против этой силы воюет в Новороссии, ведь там же не только люди, которые исходят из инстинкта национального самосохранения, то есть не только те, кто там живут, они наоборот многие убегают, убегают от трусости, от страха и так далее, нежелания воевать. А туда приходят совсем люди, которые, видя вот эту колоссальную несправедливость, колоссальную, которая вышла откуда-то из адских бездн, они идут туда воевать, там воюют все, идут добровольцами туда и опять же с нашей России, со всех сторон. Вот недавно тут ребята сидели, один из них северянин, у него так и есть позывной «Север». Туда идут люди из стран бывшей нашей среднеазиатской республики, там воюют узбеки, таджики, там воюют ну, казалось бы, и люди из Кавказа, и из Таджикистана, с татарии и так далее, там воюют все, они видят вот эту вот колоссальную несправедливость и идут воевать за справедливость, они не идут туда насиловать и грабить, понимаете, хотя можно в военной обстановке пользоваться всеми благами, имея пред собой оружие, нет, они идут туда отдавать свои жизни за справедливость, это какой-то более высший смысл, чем инстинкт. Моя подача, когда-то я учился в московской духовной семинарии, и у нас преподавал Алексей Ильич Осипов, общая церковная богослава, великолепная богослава, он меня всегда любил, и мне всегда спрашивал, как там Одесса мама поживает, я спрашивал, так вот, у нас был, мы получали хорошие стипендии в семинарии, и если вовремя сдаешь все зачеты, и троек не имеешь, то получал приличную денежку, и вот был конец месяца, буквально последний день, и у нас, у Алексея Ильича стоял зачет, по основному богословию, и если в этот день бы не не сдана была бы ведомость в бухгалтерию, то все, кто не сдал зачет, стипендию не получали. И вот мы начали на уроке конючить, Алексей Ильич, давайте зачетик как-нибудь сделаем, потому что кому лишнему, студентам, копейки лишние не бывают, что уж говорить там о хорошей стипендии. он стал нам говорить, вы то, другое, пятое, десятое не сделали, поэтому никакого зачета не будет. Мы еще больше начали, ну, Алексеевич, может быть, как-нибудь придумаем, решим. И вот вдруг он нам говорит, ведь, ребята, все должно быть по справедливости, ведь вы же все хотите, чтобы все было по справедливости. Ну, и в общей массе класс начал говорить, ну, да, да, глубоко в душе не хотят никакой справедливости. И вот я сижу на первой партии, он мне говорит, а ты что молчишь? Ты хочешь справедливости? Я говорю, нет, я не хочу справедливости, я хочу милосердия. Вот так понравились мои слова. Говорит, вот, где она истина-то в Одессе жила? Я говорю, мне не надо справедливости, по справедливости я не получу 5000 рублей, а я хочу их получить по милосердию. И он нам принял зачет и поставил, и мы все получили стипендию. Поэтому я думаю, что они не ради справедливости идут. Причем справедливость в чем заключаться будет? В том, кто их будет притеснять, наше правительство или украинское, какая справедливость вы хотите? Любое правительство притесняет свой народ, собирает с него налоги, придумывает ему какие-то законы, там еще гоняет его как-то, но кто-то больше, кто-то меньше гоняет своих обезьян, кто-то больше стрижет баранов, кто-то меньше их стрижет. Но каждое правительство притесняет. Поэтому о справедливости мы не не имеем права говорить. А вот о милосердии, о человечности, о том, что благодаря разуму и душе, которая в нас в одухотворенном животном этом есть, можно где-то превзойти самого себя. И вот то скотское животное, которое желает пожрать соседа и вырвать ему сердце и напиться его кровью. Как сказал когда-то Буанапарт первый, если вы хотите, чтобы кто-то умирал за вас, знаете, за два франка в день никто не хочет. Если вы хотите, чтобы солдаты ишли в бой, надо обращаться к их душе, то есть надо им что-то духовное сказать. Ну а насчет третьего, самого главного нашего постулата, той мысли, которую вы подняли, вы сказали о либеральном, об идеологии, либеральной идеологии, нацистской, фашистской идеологии, коммунистической. Я здесь опять настаиваю. Моя подача будет заключаться в том, что либеральная идея и заключается в том, что цивилизацию надо построить на основах жадности, то есть зарабатывание денег, максимального извлечения прибыли, поскольку на этом построена как бы некая система, которая постоянно подталкивает человека к работать, 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 развиваться, зарабатывать деньги. И мы видим это вот на примере Соединенных Штатов Америки, где все в погоне за деньгами, кредитами, бесконечно, бесконечно, деньги, 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 кстати, мы тоже влились в это, поддались этому общей истерии идеологической. Это инстинкт жадности и определенного постоянного обогащения. Нацизм и фашизм, я буду настаивать, это не что иное, как инстинкт собственного преосходства избранности, то есть непохожести на других, которая дает мне право убить других, потому что я лучше, я совершеннее, я прекраснее, вот я самая лучшая обезьяна в этом стае, мои руки самые, мои лапы самые крепкие, мой хвост самый сильный, мои зубы самые острые, мои дети будут арийской крови, а всех, кто на моем пути, я их убью, загрызу, и эта идеология тоже присутствует. Правда? Мы только сказали, что либерализм это тоже звериная идеология, жадность, у меня должна быть самая большая куча бананов, а здесь другая, я самая красивая, самая сильная, самая здоровая, самая умная обезьяна. Как раз самое странное, вы правильно сказали, что священники имеют зуб на коммунизм, самый близкий к религиозности и к духовности будет именно коммунизм и социализм, потому что социализм, несмотря в том, что в нем присутствует тоже глубинный инстинкт, это постоянной борьбы классов, главное, какая идея, помните Маркса, классы, то есть что коричневые обезьяны должны, их много коричневых обезьян, черных мало, поэтому надо черных обезьян истребить, потому что коричневые пролетарии, а черные буржуи, мы их объявили буржуями, буржуи убиваем, если говорить ваше условие, там даже маленько не так, грязные рабочие обезьяны должны убить чистый благородный вы даже правильно, как когда-то анекдот есть, княгиня старая спрашивает, как там в России, говорит, да, у нас победил коммунизм, у нас теперь нет богатых, странно, говорит княгиня, а мой отец боролся за то, чтобы не было бедных, вот, вот если грязные обезьяны должны, как бы, их больше, они должны достигнуть, но, второй момент, в коммунизме есть еще такая одна оговорочка, в том, что это должно привести к определенному равноправию, то есть не просто одни моя куча бананов или я самая сильная, умная, красивая обезьяна, а это должно привести к тому, что все-таки все вот эти коричневые обезьяны грязные, да, они каким-то образом оккультурятся и создадут новое общество, вот именно вот в этом идее построения царства божьего на земле, коммунизм, именно в идее справедливости в общей, коммунизм близок к христианству, я думаю, из христианских идей, более того, я скажу, что все эти идеологии, они не могут быть без глубинных человеческих инстинктов, более того, я буду настаивать на том, что само учение Христа основано и содержит в себе самое главное это страх перед смертью, это желание вечной жизни, это самое, самое главное то, что несет ответ, который дает христианство миру, апостол Павел пишет, если Христос не воскрес, то вера наше и родство есть, смех и глупость, только в победе над смертью рождаются ответы на самые, самые главные вопросы, превосходящие, животное, которое живет в человеке. А Лев Николаевич Толстой когда-то сказал, ничего великого достичь без личной заинтересованности невозможно. Поэтому это он прав, кстати. Если нет какой-то личной заинтересованности, ничего большого не сделаешь. Даже если строительство, строительство, державное строительство, защита своего, а, кстати, вот ребят, которых вы упомянули, сказали из Кавказа, там, из России, я их считаю самыми яркими и мужественными представителями народа, потому что в них здоровые инстинкты. Они вот этот порыв, как вы сказали, порыв справедливости, я бы сказал, может быть, даже это где-то в глубине порыв к милосердию, это здоровые, самый здоровый цвет нации, потому что в них они, вот их кровь, она жизнеспособна, она может дать доброе потомство, она может дать здоровые, здоровые корни для будущего народа, и их вот понимание, и главное вот то, что они поддались порыву своего сердца, не окружили его идеологией жадности, хитрости, подлости, глупости, а смогли быть вот настоящими, и то, что они даже решаются вплоть до даже до смерти, до опасности такой смертельной, на такой подвиг, вот это конечно тоже связано с инстинктами, но это говорит о том, что это самые здоровые, самые светлые, самые настоящие парни, парни в этом обществе, опять же, исходя из того, что человек есть одухотворенное животное, ловите подачу, я два тезиса здесь отмечу, вот продолжая вот эту близкую мысль, это я просто продолжу ее, с легкой руки Льва Николаевича Гумилева, вы говорите про пассионарный генофонд, абсолютно верно, да, значит, да, вот в этом и трагедия заключалась вот того же 20 века, трагедия того же нашего русского народа, который был колоссально генетически силен к началу века и который к концу века пришел к состоянию слабости ну, ослабление, я думаю, что кровь все равно сильна, но ослабление, да, нет, но генетическая память есть, и слава Богу, вот почему, потому что вот этот весь пассионарный генофонд, он сгорел в страшных войнах, почему, потому что на войну идут самые, вот, самые, самые лучшие люди, которые и могут воспроизводить нормальное потомство, посмотрите, ведь те, кто родились в 20-е годы, они практически сгорели в войне, и 90% молодежи, вот этой пассионарной, патриотической, государства, любящей молодежи, ну, вот они ушли и бросились грудью на абразуры, скажем так, вот, то есть, я про что говорю, три, несколько войн прошли через русский народ, начиная японская, Первая мировая, революция, гражданская война, это сыграло определенную роль, да, и в этих войнах сгорело практически большинство пассионарного генофонда, а те, кто отсиделись, те, кто с пеньками, да, они начали воспроизводить потомство, это, это, квадратная мировая, в форме пенька, это сказалось, сказалось, хорошо, что в нации, здоровой нации, должна сохраниться, здоровая кровь, я все-таки надеюсь, что русская нация восстановится. несомненно, я даже, я тут обеими руками за, она все выведет наружу, свою историческую, вот, деятельность, свою историческую, кровь победит, кровь победит, генетика должна восстановиться. Помните, вы в прошлый раз говорили, что все, гроб в России, крышки в гроб в России убивает тысячу лет уже, я говорю, и уже Османской империи, нет, и Австро-Венгерской, говорили, давайте, не будем поднимать, и второй тезис, который вы затронули, вы немножко прошлись по коммунизму, но все-таки я отмечу, что там, среди тех обезьян, которые пришли, ну, мы, конечно, образно это говорим, пусть это не в обиду никому будет сказано, мы просто выбрали такой образ, раз оттолкнулись из того, что спариваем мысль, что человек, животное оно, или не животное, ну, пусть, пусть-пусть так, значит, там было, нет, не пусть, я хочу, чтобы там было, все-таки, два посылок, нет, отец Феодосий, вы совершенно не правы, человек это ангел, у него растут крылья и перья, или наоборот, сказали, нет, отец Феодосий, все-таки, животное сильно, вот мне интересно, какой вы выберете, в конце, я могу сказать сейчас, я не говорю, сто процентов, но хотя, мне, подождите, у меня еще много, есть доводов, я сейчас нашел подачу назад, но я все-таки продолжу, все-таки, те обезьяны, которые тогда пришли, в коммунистической власти, они шли с разными направлениями, и были те, которые хотели просто, все разделить, ну, да, были коричневые, были зеленые, а те богатых обезьян, которые они сместили, значит, а были те, которые, готовы были получить, равные возможности, да, да, вот это, чем ближе к царству небесному, и вот эти вот, вот этот вот посыл, он все-таки, двинул общество вперед, посмотрите, ведь, согласен, уже не буду говорить про обезьян, а из беднейших людей, из беднейших вообще семей, к нашей, вот войне, вот войне, когда Гибельс рассматривал, в апреле месяце, перед тем, как расстрелял, всех и себя, и свою семью, отравил, да, я уже так, образно говорю, и он, так вздыхая, говорил, вы посмотрите, я смотрю на 40 вот этих вот маршалов, советских, один сын плотника, один армян, другой грузин, третий хохол, вышли, и они, вот эти вот, из беднейших слоев населения, они разбомбили наших фонов баронов, которые тысячу лет, вроде, кровь слилили, свою кровь лелеяли, да, и он, вот так вот сидел, и это сохранилось, его записка, он, да, вычитали это, и он вот вздыхал, и смотрел вот на наших маршалов, генералов, кто его разбомбил, потому что общество, не стало, русское общество все-таки отошло от этой установки, все взять и поделить, как сейчас пытаются либералы, обгадить вот это коммунистическое, они говорят, да, вот вы все шариковые, вы все взяли, поделили там, и так далее, хотя Булгаков, он очень умный человек, он совершенно не те вещи имел в виду, но, они берут самое простое, но общество получило равные возможности, оно получило, его, во-первых, дали ему огромное образование, огромное, вперед двинули, просто темноту вот эту беднейшую, начали взяли, и всех начали обучать, стариков, старых, учитесь, идите в школу, получайте самое минимальное образование, чтобы народ мог воспринимать, радиофицировали все села, народ стал воспринимать, вот что-то, информацию, уже более разумно, стали читать газеты, и это двинуло колоссально общество вперед, был такой момент, вот два посыла в том, коммунистическом обществе, сначала хотели все взять, разделить, раздербанить, и поделить, да, и разбежаться, как многие сейчас говорят, а давайте все, возьмем обратно, и поделим все, и все хорошо, а у миллионеров, у миллиардеров отберем, все, и мы разделим эти деньги, и все будут зашибись жить, да, или мы все-таки получаем, строим общество, где какие-то равные, справедливые возможности имеют люди, и они тогда будут иметь стимул, для того, чтобы общество двигать вперед, готов, сейчас будет очень резкая подача, с таким закрутом, закрутом, во-первых, я настаиваю просто на том, что советский народ, самый большой вред русский народ, самый большой российский народ, российской империи, и всем народам, многонациональным населяющим, которые стали одной кровью, самый большой ущерб нанесли не войны, ни в коей мере, мы жили тысячи лет войне, нас били, драли, татары вывозили по 50 тысяч молодых парней и девушек в год, рус означало раб, слав означало раб, на всех рынках греческих, египетских, турецких, славянских рабов, было больше всего, которых вывозили потомки Чингисхана, туда целыми таборами, на протяжении 300 лет, причем хиитро так поддерживают, чтобы плодились как раз настолько, сколько вывозилось, знаете, как вот лошадей разводят, знают, сколько лошадей можно съесть, а сколько нельзя, чтобы генофлот сохранился, это продолжалось всегда, если мы с вами возьмем из 5,5 тысяч лет осязаемой человеческой истории, вот которую мы как бы там по каким-то камням можем изучать, 5 тысяч лет были войны, беспрерывные, мужчина это разменный материал, то, что погибнет 90% мужчин не имеет никакого значения, главное женщины, природа мужчин не жалеет, мужчины в шрамах, бьют друг дружка с детства, бутылками по башке, бабы так не делают, и погибают, умирают, генофонд, от этого не зависит, 10% мужиков восстановят генофонд нации очень быстро, причем с удовольствием, с желанием, и весьма активно работая в этом направлении, ничего подобного, а вот самым главным ударом стала смена идеологии, самый главный удар, это то, что мы 900 лет, тысячу лет, нашей идеологии была соборность, державность, и по сути дела инстинкт, определенный инстинкт, вот смотрите как, я говорил в прошлый раз, японцам не хватило тысячи лет, чтобы переплыть пролив Лаперуза, а Ермакутам и казакам хватило 300 лет, чтобы дойти от Урала до Камчатки, до какой Камчатки, до Ванкувера, до Ванкувера дойти, хватило 300 лет, а японцам не хватило тысячи лет, чтобы пролив Лаперуза переплыть на остров Сахалин, поэтому инстинкт именно русский такой, вот я считаю, что у нас преобладал инстинкт отеческий, знаете, вот есть инстинкт отца, это должна быть земля для его детей, это должны быть огромные там просторы для него, не как там какая-то таракан под лавкой, а это какой-то свободный такой орел, не зря у нас мы взяли на себя вот этот герб византийский, Византия, это орел, который везде смотрит, и на восток, и на запад, и духовная, и светская власть, и все, и он размахнулся крылами на полмира, я считаю, что вот именно на этом был построен, вот великодержавность российская была построена, и когда произошел слом этого в 17-м году, причем слом именно на земле крестьянина, который любил землю эту, который ее крыльями своими укрывал, который ее поил своим потом и своими слезами, это именно подрубило, очень сильно подрубило, все стало вдруг колхозное и ничье, и это для вот того инстинкта, который был в русском народе тысячу лет, оно послужило очень губительно, и больше того, скажу вам, вы правы совершенно насчет советской власти, в ней не было однобокости, вы совершенно правы в том, что были не только коричневые обезьянки, но были еще зеленые, там и синие, какие угодно, и они выбирались среди разных инстинктов, одних был инстинкт убить сильных, ну то есть и порывом их было, и поделить все между они бедными, а другие именно ставили свои задачи, и у них осталась вот эта русская кровь, и они ставили равные права для всех и справедливость вообще, такую общественную, и если бы не слом хребета, хребта именно русского народа, вот именно к земле, я считаю, что самый главный земельный вопрос сломал Россию, именно к земле, с которой сгоняли крестьян, и которые отучили людей работать, отучили людей работать, потому что все-таки, как ни говори красиво, но когда это мое, и я четко знаю, что это моя корова, это мои дети, это вот мое молоко, это моя пшеница, это моя земля, это одно, и совсем другое, когда это все вокруг колхозное, все вокруг свое, когда это с подпалки делается, и вдруг еще и это исчезло, это дисциплинирующая сила, которая поддерживала народ, вот в сельском хозяйстве, во всем этих колхозах, мы увидели, к чему пришло, сразу все спилось, пришло в упадок, все стало ничье, и оказалось, что земля-то никому не нужна, земля, за которой с Украины ехали сюда, в Сибирь, в холодную, зимы, в холодную, в такое условие, в тяжкие, для того, чтобы здесь выращивать, для того, чтобы здесь получить свой кусок земли у Столыпина, получить свою землю, получить здесь своих растить детей, вдруг, сказалось, земля никому не нужна, лучше всего варек и бутылка водки, отучили работать, я считаю, что именно смена выбора инстинкта, инстинкта вот этого, который был любви к своей земле, смена его на вот общественный такой стадный коммунистический подход, он, к сожалению, сыграл большую беду для России, но, с другой стороны, это дало, взяло другой инстинкт на вооружение, общности, огромного, мощного, сильного общества, это привело к индустриализации, это привело к полету в космос, это, к росту огромных городов, и к росту науки, техники, научной мысли, знаний и так далее и тому подобное, да, это дало силу, но, вот, это все равно, что штангист становится во мгновение ока фигуристом, понимаете, мужик, который всю жизнь поднимал штангу, вдруг начинает заниматься спортивной гимнастикой, прыгать, не знаю, там, крутить обрачи и так далее и тому подобное, то есть, это тоже спорт, но он вывернул себе все связки, он порвал себе все мениски, он сломал себе хребет на этом, потому что саха, земля, тысяча лет на этой земле, слезы и кровь на татарах, на поляках, на нашествиях всяких французов и всего, вот этот крестьянин, он вот так руками обнимал к сердцу эту землю, и вдруг у него вырвали это все, кинули его в Сибирь, загнали его на завод, забрали у него коров, лошадей, забрали то, что он, почитайте и посмотрите при раскулачке, при раскулачивании, что это было для русского мужика, это, знаете, это нам так легко вот говорить, что это вот там раскулачили деда, выслали в Сибирь, Боже, что это было, слезы, вешались, травились, эти дети забирают, эти лошади, за каждую корову была смерть, то есть, это было именно такое вот желание Сталина, может оно, в нем, как он считал, что это правильно, это было желание добиться индустриализации, то есть, забрать вот эту силу от земли и дать ее в города, дать ее в институты, фабрики, заводы, чтобы она толкнула науку, вперед государство толкнуло, но оказалось, что это настолько больно и оказалось, что это настолько с кровью, что изменило нас, невообразимо изменило, и когда советская власть закончилась, оказалось, что кроме нее никто не способен поддерживать это общество, погибла та сила, которая сама на протяжении тысячи лет, просто сама из себя, изнутри держала этот стержень, против всех татар, против всего, и она именно, эта сила сломалась, и когда коммунизм рухнул, все пришло мгновенно в упадок, потому что не осталось вот той внутренней самой силы, которая сама могла жить без чьей-то наглядки, без чьей-то палки, и больше того, но я верю и думаю, и что это все прорастет сквозь русскую кровь, и это все пробьется и возродится, главное только здесь не выдумывать сейчас новый инстинкт, которому мы должны будем все поклоняться, нового Бога, которому нужно будет совершать поклонение, а главное то, чтобы это продолжила русская кровь наша, чтобы она могла продолжить свое тысячелетнее, спокойное, вековое движение, и она дойдет еще дальше, чем до Лакувера. Ну, как бы я во многом тут с вами согласен, тут особо я, конечно же, читал много на эти темы, и понимая, что немного, так немного понимая, что происходили в те времена, не все так просто было, да, и опять же, и расплачивание, и общинное, и частное землевладение, это тоже еще палка о двух концах, ведь многие критикуют Столыпина до сих пор, что он разбил, общину, и перевел все в частное, и то, что вот это вот землепользование, в том числе и в Сибири, у нас было очень неэффективное, ведь здесь, если бы еще десяток лет теми методами пользовались бы крестьяне, единоличники, то, извините бы, от нашей матушки Сибири остались бы одни рожки и пеньки, потому что, да, потому что существовал такой засечный способ землевладения, когда просто не обращали внимание, да, и просто шли, и шли, и не смотрели, а община, даже вот с тех крепостнических времен, она все-таки следила за своими землями, давайте мы нырнем чуть-чуть, извиняюсь, но перебью, понимаете, как, это же с времен Ивана Грозного пошло, когда он закрепил, до этого каждый имел свой надел, давайте вот не будем поддаваться, знаете, вот чем-то, таким-то фразам, я просто говорю, что было все непросто, да, очень сложный момент, до Ивана Грозного, до Ивана, вот помните, вот тебе бабушка Юрия, каждый крестьянин имел свой надел земли, личный, ни в коем случае не хочу оправдывать тех идиотов, которые рубили с плеча и творили такие вещи, что просто диву даешься, даже у нас вот в Западной Сибири, что понатворил здесь этот бывший командарм 4-й армии из Минутой Эйхи, мы это знаем, который получил потом заслужим, перестарался, перестарался, да, его поставили в конце концов к стенке, неважно, но вот эти вот люди, они творили страшные вещи, иной раз прикрываясь именем и Верховного, своего вождя, и всячески, и сами творили, ну, ладно, это сложная тема, а есть, своими инстинктами, да, можно ее обсудить потом, давай перевернемся к нашим, к нашей теме, яблокам, да, к нашим яблокам, так вот, я опять же настаиваю, что фашизм, либерализм, коммунизм, это различные формы инстинктов людей, которые эксплуатируют хитрые идеологи, это свойственно, и коммунизм свойственен человеку, и фашизм свойственен человеческому существу, и либерализм свойственен человеческому существу, Главная задача в тех хитрых Порошенко, Яценюках, Турчиновых, Гитлеров, Геббельсах, Наполеонах и Лениных, которые сумеют из массы, из огромного количества людей, а сейчас это стало гораздо проще, поскольку информационные технологии стали очень сильно развиты, смогут извлечь вот эту искру для установления своей власти. То есть, вот что сейчас? Сейчас на Украине происходит, здравомыслящая, если так вот сказать, попытка фашистской идеологии победить либерализм. Либеральную идеологию, которую насаживали последние 20 лет американскую, теперь фашистская идеология, самая настоящая фашистская идеология. Все самые американцы насадили фашистскую идеологию для того, чтобы убрать Януковича и уничтожить, сменить власть и уничтожить украинские народы. И строить славянские народы. Да, славянские народы. Вот, смотрите, какой мы приходим с вами к общему выводу. Я рад, что вы не против моих мыслей. И в конце концов, все-таки, наверное, мы все-таки придем к согласию того, что все-таки именно вот эти глубокие животные качества человека эксплуатируются направо и налево. Почему? Духовные качества человека очень сложно эксплуатировать. Вот ту душу, которую дал Бог бессмертному человеку, я верю в то, что мы встретимся все в будущем, в свете, там, где позовет нас Господь, ее очень трудно эксплуатировать. Бог поругаем не бывает. Его невозможно плюнуть, ударить. И не надо защищать его интересы, как я в прошлый раз говорил. Это идиоты только защищают божественные интересы, чувства верующих там и прочее. Это, опять же, просто эксплуатация хитрочеловеческой глупости. Бог не бывает поругаем. Он не нуждается в нашей мелкосушечной защите и нашей глупой преданности. Ему это не нужно. Ему нужна наша любовь. А любовь эксплуатировать очень сложно. Вот такую искреннюю любовь, которая выше плоти, вот такого плана, которая как бы бескорыстная. Без особой корысти возвышается, пытается возвыситься, оторваться вот от этого человеческого существа, его инстинктов и как-то крылами взмахнуть и упарить в небеса. Ее очень трудно эксплуатировать. Она всегда будет стремиться только к Богу. Ее нельзя заработать на ней денег. Ее нельзя поставить на колени. Даже если отрубишь голову, душа все равно свободна. А всегда легко эксплуатировать именно животное. Осла эксплуатировать. Вот то животное, которое живет в человеке. Легко эксплуатировать его сексуальные инстинкты. Инстинкты продолжения рода. Инстинкты самосохранения. Вот именно на них строятся миллиарды. На них строится фашизм. На них строится коммунизм. На них строится либерализм. На них строится любая партия. В любом народе строит это движение. Кроме того, мы не будем с вами забывать, что любое государство предназначено именно для защиты национальных интересов. Именно того населения, которое вот здесь вот проживает. Для чего? Чтобы пастух, который там есть, мог стрить своих баранов безнаказанно. То есть, как на Украине было Янукович стрих баранов, теперь Порошенко. То есть, олигарх, который в этой местности управляет. Поэтому эксплуатировать животное гораздо проще. И на этом построена вся человеческая история. Именно это является главной задачей для всех политиков. Для всех говорунов и лжецов. Если вы обратите внимание, вы наверняка знаете многие такие личности, которые по телевизору выступают. Болтуны такие, которые людям мозги на бекрень сворачивают. Их очень много есть. Они как бы действуют по заказу. Их задача эксплуатировать эти человеческие инстинкты. Уводить людей от насущных проблем, от правды куда-то в дебри. В какие-то там сикстанские заморочки. В какие-то сказки. Создание морков. Да, 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 да. Создание морковки на ослана палочки, за которой он побежит. Их задача. Они ради этого шумят. А я хочу, чтобы наша беседа, она и людям ищущим, и людям думающим пробудила желание учиться. Учитать больше. Находить не красивые слова хороших говорунов, а находить, читать, изучать биохимию, изучать физику, изучать генетику. Изучать то, что можно пощупать руками и быть трезвомыслящим человеком. Оценивать это. Иметь возможность ввода выбора. Да, абсолютно верно. Не с чужих слов. Что поэтому, что сказал, вот Кашпировский сказал, вот так мы теперь пойдем направо. А именно иметь возможность выбора со своих знаний, отталкиваясь от своих собственных знаний. Это очень важно, потому что такое общество, оно становится очень жизнеспособным. Такие люди, они ответственны за свои поступки. И они не будут никогда, как вот у стада баранов, прыгают, кто не скачет, то москаль. Или еще что-нибудь в этом роде, а каждый задумается сначала над тем, от какой же дури-то я буду прыгать. Что я хочу выскочить? Что я умнее? Или какие инстинкты действуют во мне? Это позволит человеку быть вполне здравомыслящим. Вот исходя из этого, я еще не буду, я в следующий раз с вами, если будет желание, затронем биохимию мозга человека. Это очень интересная тема. И мозг – это величайшая тайна, та вселенная, в которой скрывается личность человека. Мы затронем эту тему биохимии мозга. И я думаю, что мы откроем еще более-таки несколько штрихов, несколько важных моментов, которые являются основой человеческой личности, основой формирования человеческой личности. Сейчас мы обсудили, какие инстинкты, какое существо человека формирует государство, формирует идеологии. А заглянем еще немножко хотя бы, насколько сейчас это есть возможность, насколько наука приоткрыла заглянуть и посмотреть личность. Мы сегодня обсуждали с вами существо человека, а в следующий раз мы, может быть, обсудим личность человека. Это было существо общему, как общество человеческое, существо человеческого мышления, существо человеческих инстинктов. А здесь возьмем именно личное сознание человека. Это, я думаю, тоже будет интересная тема. Да, я вас сейчас слушаю, слушаю, и мне кажется, вы так хитро все это закрутили. И похоже, вы меня брали на какого-то этого самого, на живца. Потому что то, что вы в конце сказали, это как раз говорит о том, что человек имеет право свободы выбора, должен иметь и должен быть умным и выше всех инстинктов. Но я все равно сказал, что человек есть и духотворенное животное. А вот ваши последние слова, как раз это опровергло. Нет, 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 нет. Мои слова говорят о том, что животного... То есть, вы хотите сказать, что дух в человеке, он может превосходить все инстинкты? Нет, я не хотел бы так сказать. Я хотел бы, что... Я бы сказал, что дух в человеке может прийти в баланс. Вот в то совершенство... Вы понимаете, как... Я еще сейчас, как бы, важную такую мысль скажу, потому что многие просто не знают. Человек есть душа и тело. Это не значит, что в какой-то момент душа поработит тело, или наоборот, тело поработит душу. Как Григорий тот же Богослов пишет, воскреснем вместе с возлюбленными телами нашими. То есть, если человек без души, это уже не человек. Если человек без тела, это не человек. Я имею в виду, что в гармонию можно привести. Я не говорю, что поработит душа тело, или наоборот, тело поработит душу. Я говорю, что вот это одухотворенное животное может прийти в гармонию ту, которой был Адам. А Адам был, Адам был и то, и другое, и плоть, и душа Божественного Дыхания. Поэтому человек другим не будет никогда. В равновесие можно привести, но ангелами мы не станем никогда. Ну, с этим я согласен. Слово греш. Да. Человек, даже тот, кто взошел на небеса, вот говорят, святые старцы, там святые восходят, стали как ангелы небесные. Как? Они не стали ангелами, они стали подобными в своей духовности, там, возвышенности. Но все равно человек всегда и то, и другое, и тело, и душа. Человек и то, и другое. Ну, хорошо. Наверное, можно на сегодня закончить. Не, ну, все-таки вопрос, последний вопрос. Такие, вы согласились с тезисом Григория Богослова? Или это не изменило, наша беседа не изменила совершенно ничего? Или какой-то... Ваша беседа очень много дала, в общем-то, для понимания. Она очень полезная беседа, и дай бог, может быть, еще кому-то будет полезная. Но все-таки я оставляю за собой право свободы выхода, не согласиться с Григорием Богословым. А зря, а зря. Мне хотелось, чтобы вы все-таки вышли из плена иллюзий. Я становлюсь нейтральным. Ну, это тоже хорошо. Для осмысления. Вот это хорошо. Вот это я рад. Вы знаете, нас рядят очень много в красивой одежде. Говорят, человек это звучит гордо, там, траля-ля, вот это все красивые слова. А я все-таки хочу немножко вот это к земле прижать. И хочу, чтобы было понятно, что, к сожалению, духовное нами руководит очень редко. А руководит как раз вот то самое духотворенное животное, которое всегда берет вверх практически. Но это я не говорю о том, что это как бы замкнутый круг. Вы правы. Человек обладает свободой выбора, который ему дал Бог. И он может сам выбирать, решать о своем пути. Да, да. Поэтому я рад, будем к этому устремляться. И этому должна, по идее, устремлять правильная идеология. Не может быть правильной идеологией. Правильная идеология, знаете, в чем будет заключаться правильная идеология? А в таком большом образовании, как государство, идеология присутствовать должна. Она просто необходима. Она необходима. Да, это просто необходимо. Не знаю, открою вам какую-то, может быть, для вас тайну. Вот сегодня мы в этом, в новосибирском отделении изборского клуба собрались. Значит, который, этот клуб людей, форум вот этот, он поставил себе вот эту вот какую-то глобальную задачу создания государственной идеологии. Я прекрасно понял. Вы думаете, я зря стал разговор о сущности человека заводить. Я считаю, что именно вот такие беседы, они позволяют не уйти в какую-то степь фашистскую, либеральную, коммунистическую или еще какую-то. А установить какой-то определенный баланс между духовным и материальным, между животным и человеком, и разумом, между животным и ангелом, будем говорить, между тьмой и светом, между наукой и религией. Вот я к чему и призывал. Потому что, к сожалению большому, безапелляционно. Фашизм, значит, фашизм он лучший. Наука отрицает религию полностью. Религия начинает давить науку. Здесь я с вами на 100%. Вот. А я говорю о балансе. И видите, мы сегодня весь, всю нашу беседу, мы говорили о балансе животного и духа. Вот баланс не о том, что в какой-то момент дух уничтожил плоть или наоборот плоть там сожрала бессмертную человеческую душу. А именно о балансе. Вот в обществе, в людях, в сущности человека, сущность человека, это и есть, вот ответ последний, сущность человека, это и есть баланс между небесным и земным, между тьмой и светом, между плотью и духом, между добрым и злым, между рабством и свободой, между мракобесием и знанием. Вот как раз и балансирует вот это отдухотворенное животное. Ну ладно, на этом мы сегодня закончим. Спасибо всем, кто имел силу нас дослушать. Спасибо большое. Спасибо большое. Я тоже всех благодарю. Дай Бог всем здоровья. Если что-то не так сказали, уж нас простите. Ну мы ищем.